Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим фильтр GS Asakashi C312J Фильтр ставится на модели Mazda Mitsubishi Различные японские автомобили Есть тут перевод по-русски Фильтр масляный Перед установкой нанесите тонкий слой смазки на всю поверхность уплотнительного кольца При установке довернуть инструкцию Производитель Asakashi Research Lab Inc. Япония Дело в том, что не написано на этой коробке нигде Made in Япония Производитель и вот так указали Вот Такая вот упаковочка, она уже не желтая Обратите внимание, здесь нет надписи экстра Но фильтр окажется в последующем добротный довольно-таки Фильтр упаковывался вот в такую фирменную мембрану Не просто пленка, а вот именно вот такая следообразная С логотипом GS Asakashi Что хочу сказать по корпусу Корпус у них традиционно окрашен в белый цвет Качественно окрашен Принт, печать очень четкая Сможете сами посмотреть Красивая Логотип, маркировка Даже замены Ой, не замены, прошу Применяемость По-японски, по-английски, по-русски То есть русско-ориентирован, скажем так Вот, что у нас внутри Внутри у нас ржи нет Ага, нет А вот это у нас что? В общем, вот здесь вот что-то есть По-моему, это ржа называется Да Есть ржа Что-то я сразу не заметил Вот, есть вот такие Ну, видимо, давно он лежит, этот фильтр Потому что модели не очень популярны, как я понял Там какие-то шариоты Mitsubishi Вот То есть, видимо, залежалый Ну, или Ну, в общем, вот так Ржа есть, притом такой серьезный Начат коррозии Что у нас здесь? Здесь партия не указана В принципе, вот так Фильтрующий элемент Фильтрующая катушка У нас Прошу прощения за трескать Мю Так Фильтрующая катушка у нас 7 сантиметров в высоту Как видите Материал нужен очень часто Практически нет проверок Очень часто Он такой Как вам сказать Не особо волокнистый Складки толстые Больше бумажные Перед этим был 805-й С805G Он был больше волокнистый Этот больше такой Более тонкий, что ли, отчистки Типа бумажный Вот Ну, сами видите все То есть Излишков герметика нет Все аккуратно На изгиб пальцем Ничего не рвется Сам он такой жесткий То есть Можно считать его Long life, да? Надолго его хватит Вот Что у нас внутри Внутри у нас Все отлично Аккуратно Никаких вопросов Что у нас Перепускной Перепускной у нас Клапан Пластмассовый Он одной дырой На нажатии Не знаю По мере Не кажется Сильно тугим Вот Такая вот Фильтрующая катушка То есть Очень все качественно Молодцы Вот Что касается Противодренажного Клапана Противодренажный клапан Я бы сказал Резиновый Лепесток у него Не сказать Что легкий Ну В смысле Не тонкий Он такой Между грубым И тонким Вот Ну На изгиб Резина Резиной То есть Он в принципе Должен нормально работать Но Не силиконовым То есть Не мягкий Там Сразу не восстанавливается Но восстанавливается Со временем Вот Прилегание Давайте Посмотрим Прилегание Сразу Будет понятно Что он из себя Представляет Но я не вижу Здесь проблем То есть Вот если Вот так Чуть-чуть Надавить Катушкой Прилегание У него Отлично В общем Должен он держать Масло в фильтре Должен держать Все нормально Что касается Резьбы Резьба Видите Нарезано Чисто Все тут нормально Резьба Хитрая Да Хитрая В том смысле Хитрая Что Каждый Вот этот Виток Резьбы Имеет Внутри Еще Канавку Вот Шесть Дренажных Отверстий Прижимное Кольцо Уплотнительное Кольцо Его так назвали На фильтре Наверное Так надо Называться Какие они Прижимное Да Уплотнительное Кольцо Называется У них Но опять же Переводчики Тоже могут Быть кривые Будем Называть Прижимное Все таки Ладно Мягкое Явно С таким С каким-то Силиконом То есть Оно Скользкое Мягкое Должно Прижиматься Держать Отлично Круглого Сечения Как видите Ну тут Тоже Все Отлично Никаких Заусенцев Ничего Такого То есть Все Аккуратно Сделано Молодцы Тут Тоже Немножко Видите Очаги Коррозии Видимо Дома Лежал Вот И вот Такая Пружинка Пружинка Конечно Не очень Высокотехнологичная Похоже Что это Какая-то Старая Версия Фильтра Попалась Вот Мне кажется Вот Залежала Скажем так Потому что Я их везде Видел Вроде Пластинки А тут Пружинка Суть Это Не играет Особенно Давайте Посмотрим Насколько Этот Фильтр Использовал Фильтрующая Катушка Была Использовала Скажем так Внутреннее Пространство Здесь Притык А здесь Провалилась Чудес не будет Его много Здесь Вот Фильтра Я ставлю Твердую Пятерку Считаю Что он Заслужил Ее Ну Может С минусом Из-за того Что Этот Не силиконовый Но он Должен держать Нормально Может Даже И минус Не заслуженно Вот 5 Хороший Фильтр Джесс Сакаша Молодцы Минус Только Один Наверное То Что Не указывает Где Все Так Он Сделан Надо Указывать Вот А в Остальном Отличный Фильтр Всем Спасибо За Внимание До Седания Продолжение следует